Итак, Никита Квостиков из города Сочи. Четыре ситуации для кларнета и пакетияна. Дело в том, что обычно, когда оппозиторы предоставляют, я хочу, чтобы исполнить их тоже послушные. Вдруг это как-то... Для меня легенда не сразу подошла. Я думаю, она дошла. Помогите. Помогите. Поздравляю. Или так. Или так. Я хочу вообще. Все. Я просто хотела, чтобы на самом деле Олег тоже послушал. А вы композиции хотя бы тогда занимались, да? А, только сам. То есть, а идей, выступать, композитности у вас есть, нет? Ну, я не знаю, сейчас нет. Ну, сейчас пока что нет. А как исполнитель собираетесь продолжать? Да, конечно. То есть вы сейчас закончили уже в Узниковской? Да, я уже закончил. Концент. Концент. Эксперт, а вот кому? Ну, солевку с артистами. Потапа вообще ничего есть? Вообще, да. Хорошо. Значит. Ну, теперь рассказываю. Так, ну, сейчас я тоже, конечно, что-то рассказываю про композицию, но большей части это все-таки не композиция. Имея небольшой опыт, занимающимися свободной гибролизацией, в первую очередь, этот опыт был мною рефлексирован и лёгком основы этих четырёх ситуаций для когнитиста. По большей части это не пьеса. Каждая ситуация является лишь импульсом для того, чтобы исполнитель, естественно, сценив, для исполнения пьеса, работали с материалом, то есть работали с материалом на сцене, основывались на исполнительском изобретании, а также нет ни в нём, ни в это обозначение, которое я в архитуре делал. Не то чтобы это было произведено, нет, это как раз импульс для соответствующего не инфицировали исполнителей, которые исходят из-за определенной ситуации, которых всего четыре. Чтобы направлять это движение в какую-то определенную сторону, конечно же, некие обозначения есть, а примерно именные, но они не должны быть строго исполняться. Это ни в коем случае не тогма, это в свою подсказку исполнит, что где-то нужно исполнить чуть меньше двух минут, где-то чуть больше минуты, и отчасти время оно тоже характеризует многое время, а также оно играет свою роль на телепроизведении. Например, в третьей лице, где играют клавиатуре вместе, они играют независимо друг от друга, то есть реализации фактически, независимо только от друга, и это достаточно должно быть в быстром темпе, потому что время это будет. Потому что, чтобы монтировать, уже не вложить в определенную время, мы можем тоже встать. В целом, вот так вот. Найти как бы гадь между срочной композиции свободной безопасности на метро, ну, такая точность стояла, в большей части. У меня всё. Для вопроса, когда я вам задаю правду, чтобы варить за тем, потому что не пишите, в первой пьесе, и дальше в первой пьесе, вот здесь вот какая-то должна быть динамическая, как это называется? Да, динамическая нация. Должны соблюдаться динамические оттенки в первой пьесе, а в третьей пьесе, вы сами предлагаете просто сделать непрерывное крещение. В первой пьесе уже практически. В этом и там, и там... А, нет, вот в четвертых, если вы предлагаете находиться вот в пианисе, а в трех пианах, да? И там и там вы добавляете нюансировку и належаться на усмотрение испанателя. Это что значит имелось тогда пьесе нюансировка? Если вы динамические оттенки выписали просто суппилет? Не диванцы, в смысле, это печатные штрихи. Ну, атака. Понятно. Потому что диванцы и динамические оттенки, это как бы одно и то же по себе. Да. Так что это тогда надо поправить. Да, конечно. Вот так вот. Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 это только в первом месте она как раз таки присутствует потому что где-то есть ноты без ритма, ноты без динамики, где-то с точки зрения ритма и ритма не потому что он не нужен, потому что равномерно потому что он как раз за исполнитель но это должно получиться нейтрализация, реактивность потому что вместо того, чтобы можно было сделать по-другому если говорить о свободной импровизации даст какие-то паттерны, развитие которых потом, условно говоря, вариативно и лежит в плоскости интересного исполнителя как хочет, так и варьирует а тут получается, что с одной стороны есть только обычные ноты с обладающей звуковой сотностью обладающие определенным динамическим параметром вариативность с точки зрения того, что после второй пьезы сначала играет Фридеяна, потом он, соответственно, с кларнетом меняется на вас кларнет, в общем, и все, да? а так-то получается, что, по большому счету, какого-то простора для того, чтобы можно было что-то сделать то же самое, условно говоря, только при помощи каких-то особых приемов или еще чего-то этого нет но, и с другой стороны, нет такого и какого-то дышащего пространства, да? как, например, там, не знаю, того же Гортмана, которое бы создавало ощущение такой некой бесконечности, да? вот, то есть, в принципе, конечно, получается, что, наверное, вам было бы, имело бы смысл, если вы называете эти четыре ситуации, то придумать какую-то, не знаю, контекстуальную какую-то основу, какую-то историю, какой-то сюжет, какой-то инструментальный диагон для того, чтобы эта ситуация ситуативная атмосфера как-то поддерживалась, да? вот, либо, да, все-таки вас может именно свободной импровизацией, то бишь сделать какие-то паттерны, которые могли бы, допустим, каким-то образом развиваться как свободной импровизацией, плюс еще можно было бы дать этому некие пространственные какие-то координаты, да? что, допустим, в какой-то момент они сходятся, там, не знаю, в одной точке, в какой-то момент расходится, в какой-то момент, кто-то из, допустим, из инструктального импенталиста уходит в какой-то другой, соответственно, другую точку пространства, в которую вы исполняетесь, тогда бы это как-то работало, да? А так немножко непонятно, вот, есть, допустим, звуковосудности, есть какие-то условно говоря, вот, если здесь они есть, дальше просто и нет указание соответственно хронометрические и больше собственно ничего здесь получается что опять же на усмотрение возникает ритмический параметр но тогда вы наверное нужно было представить что это могло быть гораздо более быстрым условно говоря некая тематический материал для вариантов и тогда был действительно смысл в выявлении вот это вот возможность свободной импровизации а здесь получается что на самом деле достаточно жесткие просто ритмически это никак не артикулировано и плюс ко всему ансамблю не всегда артикулировано потому что можно было представить что угодно тут могло быть множество вариантов прочтение ситуации мне кажется это нужно было в принципе предусмотреть такую некий такой цикл расходящийся пьес в разные стороны которые могут быть решены по разным но мне вот интересно в данном случае мнение исполнителей ваше мнозу по ощущения свободной реализации нет мне было немножко жалко что везде дают свой звуковосходность но только вот как бы этот параметр выделяется остальными не очень понятно и вы даже в объяснении где-то упоминаете а где-то нет где-то в общем какой-то хотелось бы более такой детальной продуманности что ли какие именно параметры вы хотите варьировать и может быть предложить какие-то варианты мне кажется вы не совсем точно смогли изложить ваш замысел вот таким образом как он сделан вот когда вы все-таки придаете такое ведущее значение одному того сотного момента это тоже не это тоже не очень проясняет вашу идею ну как мне нужно как учебник гармонии то потом мне кажется чтобы допустим здесь вот в пределах одной строчки все записывается получается некая такая достаточно степени усредненность диапазона и в одном и втором случае можно было бы если уж речить о какой-то вариативности да то можно было бы предложить играть став какие-то крайне точки допустим на 2 октавы выше на 2 октавы ниже когда мы хотя бы создавалось какой-то вот такой вот перекрещивающие звуковое пространство а так получается что это в достаточной степени герметично и с точки зрения пространства и с точки зрения звуковысотности которая действительно в общем это вроде не дает никакой возможности выхода да и плюс ко всему с точки зрения артикуляции которые вроде как на уровне допустим динамики она прописана атикуляция не прописана сама по себе и тогда можно было бы тоже предложить какие-то варианты да вот и мне кажется можно было бы поработать опять же пространство где-то пишите в штрихах по моему последний где-то вообще ни слова не упоминает то есть повисать вопрос вы мыслите там какую-то штриховую работу исполнителя или потому что где-то пишите описание и мне кажется что сами ситуации не настолько полярные да можно было бы как подойти к этому процессу намного жестко да то есть предоставив либо больше свободу выбора либо больше свободы вариативности да и так как бы это было на самом деле интереснее это было бы такой игровой момент здесь вполне может быть на него вроде как заявка есть достаточной степени вот а исходя из чего вы и собственно звуковысотность вот это вот планировали вас были какие-то гармонические комплексы или вы планировали какую-то ну то есть у какой-то рациональную идей в какой-то реактор ну я думаю что будет по архитектулах права как раз тоже характеризованных на исполнительство конкретно там легенды еще меньше равна целом со всем вот но как бы объяснение что с этим делать ну в основном строится вокруг ну пока не имею право вокруг 12 тонн в чём я решил тоже ну как бы ну просто исполнивать как-то креносерию а это у вас уже какой опыт по числу написать? так первый наверное так-таки первый ну просто когда я это играл это конечно же было по-другому и ну тут дело так в другом в том что я недостаточно объяснил просто я рассказал что делать и как делать вот это конечно результат должен быть другим пока и на мере как влиять это вот результат должен был быть другим или не должен был вот вопрос мы сейчас выполнили точнейшем удача если вы слышите да 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 преподносите эту информацию rocks если вы даете исполнительного тоже, которую вы хотите дать тогда вы должны быть готовы во любом да да, Никит, спасибо во первое за плес извини, что я не разыгрался на москLER там ему не прошло вот мы здесь, это же самое я присоединяюсь и к профессору и к Михаилу Владимировичу Что не хватает, мне кажется, нюансов, разнообразия какого-то во втором плане и то. Все-таки просится клеща дать именуэнда, какие-то, может, амфекты, какие-то вот такие. Просто какие-то голые ноты с эмоциями как-то, ну, хочется, чтобы интересно было играть, понимаешь? Это не просто, так сказать, передать то, что ты написал, а вот именно то, что хочется исполнителя себя показать. Ты же сам гарантист, понимаешь? Ну, а что, вот такой ходишь, как будто ноты сыграл, ты в голову и ушел. Да, вот чтобы какая-то была, не знаю, что-то такое интересное, понимаешь, да? Кто-то просится. И потом, на следующей части, где мы играем вдвоем, конечно, мы тоже думали, как нам играть, какую строчку, кому какую строчку, но я думаю, что получилось неплохо, поскольку мы пришли в октаву в конце, вот, неожиданно. Первый раз играли. Ну, совершенно не обязаны говорить вместе. Да. Само собой получилось. Само собой получилось, да. Получилось, мне кажется, интересно. Может быть, тоже как-то обозначить какую строчку и где-то, ну, чуть подробнее просто, чтобы это было. Тут так просто была схема какая-то. Вот как-то все эти, в общем, как-то разговаривали. По всему, какие-то у вас в голове были возможности к этому, когда вы сами играли. Вот, может быть, действительно дать кусочек музыки примерно. Да. Как бы вы представляете, какие могли бы быть решения ритмические, фактурные и так далее. Тогда это ослужит как бы управление. Просто мне кажется, что мы тут напрасно из себя в какой-то момент сняли ответственность, да, для того, чтобы это прописать, да. Если бы вы хотели сделать что-то такое абсолютно фориативное, нужно было бы придумать какую-то, ну, там, интересную идею, я не знаю, вот штатхаус, например, бывает там какая-то поворачивающаяся амейка, которая там, ну, тогда вот была какая-то концептуальная пьеса, да, или там, в Хейджи, когда неровности бумаги он закрашивает их, ну, было бы понятно, почему это так, да. А тут, получается, что вы в данной ситуации вроде бы попробовали для себя, видимо, что-то новое, да, но, с другой стороны, вы эту идею не реализовали до конца, да, потому что вы просто сняли с себя какую-то, условно говоря, ответственность за то, как это будет выдать в отцаппе на онлайн, да, но не, скажем так, чисто концептуально ее не доработать, вот. Поэтому, мне кажется, тут какая-то наметка есть, да, но надо будет ее проработать. И можно, кстати, попробовать сделать и, правда, не традиционную какую-то, с точки зрения нодного текста пьезу, да, обозначить ее, что получится вот в этом случае. А потом подумать, какие сценарии вы хотите, как она может существовать, как некая свобода импровизации, да? Какая-то текст амада очень приятный от себя, вот, и нужно быть с рабочим, вот, понимаете. Спасибо большое. Пропротите, а комментарий взял мой взгляд небольшой. Просто с точки зрения исполнительской, импровизаторской, мне кажется, что сам текст записан таким образом, и идеи, содержание идей, которые вот этим текстом записаны, они как-то не провоцируют исполнителя на желание импровизировать. Я не знаю, из-за чего дело, а скорее всего, даже наоборот. То есть как-то оно, этот текст не будет зараживать исполнительскую фантазию, импровизаторскую тем более, а как-то, наоборот, даже ее подавляют в чем-то. Из-за этого, мне кажется, такой эффект возникает. Может быть, имеет смысл подумать о том, как иначе все оформить, даже графический текст может быть. Даже графически верно, совершенно очень плотно получается текст, то есть на одну страницу. Если бы он был разрежен, то было бы, наверное, больше возможностей для того, чтобы как-то с этим делать что-то. А так он кажется очень статичным, не динамическим. Как-то импровизировать на это не совсем хочется. Не знаю, может это субъективнее в моем... Ну, кажется, не совсем корректно, потому что вроде как все сфиксировано и написано. То есть нужно было бы либо одной позиции придерживаться, либо другой. Либо, если уж вы создаете ситуацию свободной импровизации, то тогда, наверное, значительно более подробно прописать сценарий импровизации, да, и предложить какие-то конкретные, допустим, локальные вот для этого идти. Спасибо большое. У вас перебивут, тогда минут на север.